Всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить о фаворитах последнего времени моих. Если вам эта тема интересна, то, конечно же, продолжайте меня смотреть. И начать сегодня я хочу не с фаворитов косметики, как это обычно бывает, а немножко отвлекусь от темы и начну с таких рандомных фаворитов. И первое, о чем хочу поговорить, это новое приложение на телефон. В последнее время я довольно сильно подсела на приложение, которое называется Snaps. И Snaps это такое приложение, которое, кстати, бесплатное, его можно скачать всем желающим. Оно в первую очередь рассчитано для организации своих вещей. То есть это могут быть как косметические какие-то продукты, так и, возможно, ваши просто вещи, которые вы носите, или наоборот, вы можете создавать аутфиты. И в этом приложении вы делаете своеобразные полки, на которые складываете ваши вещи. То есть я вот уже довольно сильно подсела на эту программу. Я там уже создала своеобразную базу всей моей косметики для лица. Там есть хайлайтеры, консилеры, тональные основы и так далее и тому подобное. И чем эта штука хороша? Это тем, что вы всегда у вас под рукой все, что у вас есть. Если вы, к примеру, заходите в магазин, и вам нравится очередная помада, и вы думаете, о, класс, у меня ничего подобного нет, и потом приходите домой и понимаете, что такое у вас уже есть. А вот в этой программе вы можете быстро пролистать, посмотреть все, что у вас есть. Один и тот же продукт, там можно добавлять несколько фото, то есть это может быть фото самой помады плюс фото с очи этой помады. То есть, короче говоря, вы уже имеете под рукой абсолютно все, что у вас есть в шкафу, все, что у вас есть на косметическом столике. Таким образом вы уже можете не так сильно полагаться на память, которая частенько так вас подводит. Ну, меня, по крайней мере, и так точно. Давайте, в общем-то, я вам просто ее сейчас покажу, чтобы вы ее поняли, как она работает. Если вам интересно будет, то загрузите ее. И, пожалуйста, фоловите меня, я там старалась фотографии именно такие, более красивые старалась загружать. Ну и давайте я сейчас вкратце расскажу вам, что из себя представляет эта программа. Вот она у меня здесь находится. Когда вы ее запускаете, то первое, что появляется у вас на экране, это те люди, которых вы фоловите. Я фоловлю довольно много людей, которые связаны с косметикой, выкладывают какие-то косметические фотографии. Тоже мне очень нравятся фотографии аутфитов. Например, здесь у меня в подписках есть девушка, которая выкладывает вот такого вот стиля аутфит, и мне очень нравится, как они выглядят. И вот видите, здесь можно оставить лайк, оставить коммент, поделиться с друзьями, что я, собственно, и делала, потому что тут уже отмечены эти фотографии как лайкнутые. Вот, например, я могу еще лайкнуть, зайти в нее, могу посмотреть комментарии. Здесь конкретно комментариев нет, но тем не менее. Вообще, эта программа рассчитана на то, чтобы организовывать свои вещи, то есть помогать себе в организации. Я, например, воспользовалась этой программой для того, чтобы организовать свою косметику, вернее, вести учет того, что у меня есть. Это очень хорошо мне может помочь, когда я буду собирать, например, кейс визажиста на определенную работу. То есть, чтобы не искать и не думать, что бы такого взять, я могу посмотреть конкретно здесь и определиться, что мне нужно. Вот, к примеру, если я зайду в категорию бронзеры-корректоры, я здесь вижу все актуальные на данный момент бронзеры-корректоры, которые у меня есть. Вот, к примеру, я захожу на Sleek, и здесь также есть небольшое описание от меня. То есть, если вы будете меня фолловить, то вы увидите, что я обязательно ставлю рейтинг на каждый продукт, который у меня здесь есть. И также я делаю небольшое описание. К примеру, здесь тоже самое абсолютно. Рейтинг, небольшое описание. Вы можете меня фолловить, можете оставлять комментарии. И также я буду стараться каждый раз, когда я буду выпускать видео о фаворитах, свои фавориты вот оставлять тоже вот в этой программе. К примеру, сегодня я буду рассказывать вам о таких вот фаворитах. И вот, возьмем, например, вот эту фотографию. Я, кстати, старалась быть более креативной с фотографиями, то есть не просто их фотографировать на столе или на каком-то на белом фоне, а старалась как-то более красивые делать фотографии. Я надеюсь, что у меня получилось, чтобы вам просто было приятнее на это смотреть, чтобы было приятно, в общем-то, видеть свой фит с такими фотографиями. В общем-то, скажите мне, что вы об этом думаете, нравится вам, не нравится. Вот тоже самое тональные основы. И, кстати, меня часто спрашивают, какую я могу тональную основу порекомендовать, какой я могу консилер порекомендовать. И вот, если вы будете пользоваться этой программой, то вы сразу видите, заходите, например, читаете описание тональной основы, смотрите рейтинг, который я поставила, и определяетесь, подходит она вам или нет. И давайте я сейчас вам покажу тоже, как добавить одну фотографию. Я буду пользоваться тем, что я уже предварительно сделала. Вот у меня есть фотография консилера. Ну и вот в консилерах у меня появилась эта фотография, название консилера, оттенок, небольшое описание и мой рейтинг. Если хотите, можете меня фолловить. Я здесь зарегистрирована под ником Beauty Benefits, как и все мои соцсети, в принципе. У меня здесь один несчастный подписчик. Давайте присоединяйтесь, будем вместе обмениваться фотографиями. Второй огромный просто фаворит прошлого месяца – это канал моей подруги Лены. Лена, тебе огромный привет. Я знаю, ты постоянно смотришь мои видео. Лена – это моя уже, можно сказать, давняя подруга, которая была изначально просто одной из моих подписчиц. Она очень часто оставляла комментарии под моими видео. Естественно, я на такие комментарии обращаю внимание, стараюсь больше общаться с людьми. Мне даже приятнее, что люди так много времени уделяют тому, чтобы смотреть мои видео, не пропускают их. В общем-то, короче говоря, мы с ней уже очень-очень долго общаемся. Она приезжала ко мне в гости. Кстати, я с ней делаю тоже видео, тег «Макияж с закрытыми глазами». Я вам оставлю здесь небольшую вырезку из очень-очень старого моего видео с ней. И, в общем-то, да, она приезжала ко мне в гости. Мы с ней познакомились лично. С того времени мы с ней постоянно общаемся. И вот недавно буквально она начала тоже снимать видео. Причем не просто там какие-то видео, а настолько интересные. Она недавно переехала в Австралию, вышла замуж там и как бы сейчас живет в Австралии. Ну, сейчас именно она находится в Бангкоке. Они там с мужем путешествуют и так, по работе немножко находятся, насколько я поняла из ее видео. Ну, короче говоря, она показывает вот своими глазами Австралию. Для нее это все новое, то есть она туда недавно переехала. Она не знает, как там все устроено, как там, куда пойти, что купить. Она вот это вот все вот пробами и ошибками вот сейчас вот делает и делится этим в своих видео. Это настолько интересно. Я настолько подсела на ее канал. У меня за прошлый месяц очень мало было свободного времени. Вот единственное свободное время, это, наверное, когда я где-то к обеду пью кофе там с какой-то печенькой. Там каких-то минут 15 у меня есть. И я всегда-всегда ждала ее видео, чтобы их посмотреть. Уже пересмотрела все абсолютно. У нее очень взрывной такой вот позитивный характер. Я думаю, если вы перейдете по ссылке, то вы сразу это поймете. Она потрясающий человек. Очень такая яркая харизма у нее. Очень с чувством юмора все нормально у человека сразу видно. В общем-то, короче говоря, я вам очень советую на нее подписаться. Потому что мне вот, например, безумно интересно то, как она подойдет. Она живой человек. У нее нет постановочных видео там с красивым светом, чтобы все там было красиво отредактировано. Она вот именно настоящая и живая. И для меня это сейчас вот как-то настолько даже более ценно, чем вот уже такие вот телевизионные видео. Да, вот типа как я снимаю, когда я с вами так общаюсь. То есть там свет стоит, камера стоит, освещение там настроено, камера настроена. Потом это все отредактировано, там порезано по кусочкам, чтобы, не дай бог, какой-то ляп там не вклеился. В общем-то, короче говоря, она тоже совершенствуется. У нее очень классно начало уже получаться снимать влоги. Короче говоря, Лена, я тебя поддерживаю руками и ногами. Мне очень нравится твой канал. Вот честное слово, я его смотрю, и это, наверное, сейчас мой самый большой фаворит последнего времени. Это именно твой канал. Продолжай в том же духе. У тебя супер получается. Я уверена, что мои подписчики сейчас все просто перебегут к тебе и будут тебя даже смотреть больше, чем меня. А теперь давайте поговорим все-таки о косметике, о том, что я любила за последнее время. Первое, о чем сегодня я хочу поговорить, это вот такая вот база под макияж от Бобби Браун. Я ее не покупала сама, мне ее подарила моя сестра. И честно вам признаться, я бы сама, наверное, никогда бы на нее не обратила внимания. Выглядит она довольно обычно, такая как бы светлого оттенка, светло-желтого такого оттенка. Крем там находится в середине. И, в общем-то, я еще не сказала название, называется она Vitamin Enriched Face Base. Короче говоря, это насыщенная витаминами, база для лица. Почему бы я на нее не обратила внимания? Так это потому, что для себя, в принципе, базы я как-то не особо покупаю, потому что на мне косметика и так держится хорошо. Я использую те тональные основы, которые на мне изначально как бы хорошо работают. Поэтому базы на себе я практически вот вообще никогда не использую. И признаться честно, изначально я так очень скептически к ней отнеслась. Ну, думаю, ладно, надо попробовать протестировать. Мне она настолько понравилась, я даже этого не ожидала. И главным образом она мне понравилась, потому что она на данный момент полностью заместила мой дневной крем для лица. И хотя Бобби Браун почему-то позиционирует это средство именно как базу для лица, но даже на сайте, на официальном сайте Бобби Браун я копалась в разделе косметика, я там эту базу не нашла. И потом, только когда я зашла в раздел ухода за лицом, ухода за телом, там я нашла вот эту базу. То есть, с одной стороны, они ее вроде позиционируют как базу, а с другой стороны, она находится в уходе. Ну, короче говоря, что эта база делает? Это очень-очень-очень хороший увлажняющий крем. Я не знаю, как у вас, у меня кожа очень странная, потому что летом все жалуются на то, что кожа становится более жирная. У меня летом кожа высыхает полностью. Такое впечатление, что климат просто вытягивает всю влагу у меня из кожи. Я сейчас еще так солидно подзагорела, потому что я решила перед свадьбой все-таки немножко загореть, чтобы не выглядеть как привидение в белом платье. И из-за того, что я загорала, кожа очень сильно сохнет. Так вот, когда я использую эту базу, у меня такое впечатление, что моя кожа сразу мгновенно напитывается влагой. Вот знаете, вот в жаркий день, когда вы приходите, хотите пить, выпиваете стакан воды и так, ах, класс! Вот то же самое, такое впечатление, что говорит моя кожа. Потому что, когда я начинаю наносить на лицо эту базу, она как будто даже под пальцами превращается во влагу. И очень быстро впитывается, но в то же время не оставляет никакого жирного блеска, пленки и так далее. Кожа становится очень такой бархатистой и матовой. Вот очень интересный эффект. Ну, блин, это какая-то просто потрясающая штука. Спасибо огромное моей сестре за то, что она мне ее все-таки подарила. Потому что сама бы я, я уже сказала, я ее никогда бы в жизни не выбрала. И даже вот посмотрела бы на нее в магазине и подумала, да, ну фигня какая-то, и пошла бы дальше. Но на самом деле очень-очень классный крем. Дальше хочу поговорить о том, что у меня на глазах, а именно о палетках тени. Сейчас у меня на глазах как раз одна из них. Это вот эта вот, номер ее 5149. Это запеченные тени от Faberlic. Я настолько полюбила эту серию запеченных теней, вот в таких вот упаковочках, что я уже себе скупила 4. Их у меня раньше было 2, сейчас я уже заказала себе 4. И ни в одной из этих палеток я за все время не разочаровалась. Тени реально бомбовые. Просто настолько металлические, шикарные, просто блеск они передают. Вот я думаю, вы сейчас видите, насколько вот эти вот голубые оттенки, и как они играют на моих глазах, насколько яркий, насыщенный такой пигмент у них. Я в диком восторге. Стоят копейки какие-то там сущие, но реально с такими тенями можно делать профессиональные макияжи и не разоряться на какие-то дорогие пигменты. Покажу вам несколько других палеток. Вот одна из новых, которую я взяла тоже, это 5211 в серой такой гамме. Для smokey eyes опять-таки непросто. Я делала smokey eyes с этой палеткой, вот сугубо только с этой палеткой. Я даже, по-моему, другие тени не использовала никакие. Я пришла на день рождения к мужу моей сестры, и она сказала, что это самый лучший макияж, который она видела вообще на мне когда-либо. То есть, в принципе, действительно выглядит дорого, и, ну вот, никто не скажет, что это тени за такую цену. И продолжая тему Faberlic, покажу вам еще набор спонжей от Faberlic. На самом деле, я их заказала от безысходности. У меня был абсолютно новый спонжик от Real Techniques. Я буквально там пару макияжей, наверное, им сделала. И в один из разов я сделала макияж, положила его вот сюда вот на косметический столик, ушла гулять, по-моему, с Никитой, и вернулась, и нашла его вот в таких вот кусочках маленьких. Короче говоря, Сэмик, Сэмик это моя собака, его сожрал, ну, вернее, не сожрал, он его просто разодрал вот в такие вот малюсенькие кусочки. А у меня тогда приближалась, по-моему, то ли съемка, то ли что, и мне срочно нужен был какой-то спонж, и я не знала, вот где вот сразу выбежать и купить, вот, ну, негде, по сути, да, то есть, видите, блендер надо заказывать, Real Techniques надо заказывать, это все надо ждать. Я думаю, ладно, так, чтобы очень-очень быстро, это можно купить в Faberlic. Я заказала эти спонжи, думаю, ну, блин, даже если они будут реально ужасные, ну, все равно как-то выкрутиться можно. Я их заказала, и когда я их получала, там еще женщина, которая их выдавала, говорит, ой, вы заказали спонжи, они у нас очень хорошие, вот мы ими гордимся. Я еще думаю, что ты мне вот это заливаешь, я пользовалась и бьюти-блендером, я пользовалась и Real Techniques, сейчас ты мне будешь рассказывать, какие у вас хорошие спонжи. Ну, я это, конечно, не сказала. Пришла домой, достала этот спонж из упаковки, и изначально первое мое впечатление было, действительно, что он очень мягенький, вот он достаточно упругий, очень приятный именно по ощущениям. Я пошла его намочила, он, конечно, не вырос там, как Real Techniques или как бьюти-блендер, то есть вот он как есть, так он, в принципе, такой вот формы остается, может быть, ну, чуть-чуть там увеличивается в размере. И каково было мое удивление, когда я поняла, что это реально очень мягкий спонж, он отлично наносит тональную основу, очень красиво как-то ее наносят на лицо, и, ну, вообще мне придраться было не к чему. И я сначала заказала эти спонжи просто вот как заменитель такой экстренный, но после того, как я начала пользоваться этими спонжами, я уже не стала даже Real Techniques заказывать. Конечно, бьюти-блендер мягче, конечно, он круче, конечно, он там лучше, все понятно, но бьюти-блендер стоит 20 долларов, по-моему, и у меня он прослужил 2 месяца, и за эти деньги через 2 месяца он у меня лопнул, и я там все равно выжимала все соки из него, что вот еще вот этим местом не лопнувшим, пожалуйста, там, нанеси мне там какую-то еще часть тональной основы, он уже нифига не работал, он был грязным, он уже был забитым, но я все равно из него пыталась выжать последние соки, когда здесь это реально копеечный продукт, и вот я этим спонжем, ну, наверное, последний месяц точно пользуюсь одним. Постоянно его мою, опять намочила, нанесла, помыла, нанесла, и вот я вот начинаю смотреть, что он немножко вот как бы поры у него уже расходятся, он уже начинает немножко по-другому работать, хуже, и все, мне его не жалко, я его себе выкинула, взяла вот новенький вот такой вот чистенький, и дальше им пользуюсь. Тут в упаковке их 6 штук получается, и реально этого хватит на очень долго, то есть если даже 1 брали в месяц, то на полгода у вас будет запас этих спонжей. Я считаю, это просто огромное открытие, потому что реально вот с Real Techniques точно можно сравнить. Единственное, форма отличается, но вот по мягкости и по приятности ощущения, по тому, как он наносит, по тому, как он живет сколько, то я бы их поставила где-то очень близко между собой. Ну вот и все, это были все мои фавориты, надеюсь, вам это видео понравилось. Извините, что оно получилось таким длинным, я не рассчитывала на такую длину, но тем не менее так получилось. Поставьте мне лайки, если вам было интересно смотреть это видео, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!